КНАУФ – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Здравствуйте! В эфире главная мини-футбольная программа страны. В первом выпуске «Весны» вы увидите. Вторая попытка – первая победа. Синара – новый обладатель Кубка Еременко. Фиаско Политеха в Матищах и успех «Динамо» в Крылацком. Подробности в обзоре 20-го тура Суперлиги. Кубок России. В упорной борьбе определились полуфинальные пары. Мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Уникальные общероссийские проекты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Наши двери открыты для каждого. Мини-футбол. Игра для всех. Начинаем нашу программу с главного мини-футбольного события прошедшей недели. В Тюмени завершился финал четырех второго сезона международного евразийского турнира Кубок Еременко. В первой полуфинальной паре Тюмень на домашней площадке принимала Кайрат, один из сильнейших клубов мирового мини-футбола. История очных встреч этих команд в последние годы, в том числе в Кубке Еременко, весьма богата. Вот и на сей раз судьба свела соперников в остросюжетной борьбе за путевку в финал. В первом тайме оппоненты разошлись миром, показав зрелищный и открытый футбол. На быстрый гол Егора хозяева ответили точным ударом Андрея Батырева. Несмотря на обилие обоюдоострых моментов и традиционные подключения к атакам голкипера казахстанцев Игиты, в оставшееся время счет не изменился. 1-1 к перерыву. Мы много разбирали Кайрат. Конечно, верилось. Все ребята настроились сегодня, как на последний бой. Это наш был мини-финал. В развивалке мы верили, друг друга поддерживали. Мы верили в этот успех. Вторая половина встречи началась в том же ключе, что и первая. Егор вновь вывел Кайрат вперед. Однако хозяева снова отыгрались благодаря автоголу Жоана 2-2. Две минуты спустя на мяч Дениса Неведрова Егор ответил третьим взятием ворот. А затем веское слово сказал Андрей Батырев, также оформивший хит-трик. 5-3. Гости сократили разрыв в концовке, отличился Жоан, но не более того. Итог матча 5-4. Тюмень останавливает действующего обладателя трофея и выходит в финал Кубка Еременко. Сегодня я сказал своим ребятам, вечером будет не полуфинал, а настоящий финал Кубка Еременко. Команды в этом матче играли с огромным желанием. Мы действовали хорошо, но хозяева еще лучше. Тюмень славится своей дисциплиной, духом и, конечно же, тренером. Поздравляю, Евгения. Хочу поблагодарить полейщиков за такую поддержку. Последние пять минут просто они нам не давали шанса ошибиться. И четверо, которые оборонялись, это можно сравнить с Александром Матросом, когда они бросались на абразуру под мячи. Турниры международные, они молодые игроки у нас. С Кайратом люди играли, которые на чемпионат по 5-6 минут за весь сезон. А так как у нас много травм, пришлось ребятам выходить, и, в принципе, они показали бойцовские качества. Да, где-то мастерства не хватало, но бойцовские качества, которые у нас как бы в команде всегда на первом месте стоят, это характер плюс бойцовские качества. Поэтому я считаю, что турнир для нас очень полезен. Параллельно Тюменскому матчу Синара в Екатеринбурге сражалась с Тулпаром. В первом тайме российско-казахстанской дуэли игра была равной и весьма осторожной. И 2-0 были бы закономерным счетом к перерыву. Но незадолго до сирены хозяева на радость местной публики вышли вперед. Артем Качер отличился с передачи Николая Шестерова 1-0. В середине второго тайма Синаре удалось забить вновь. Андрей Бастриков удвоил преимущества хозяев в быстрой контратаке. Впрочем, практически тут же капитан Тулпара Чингис Есиноманов отквитал один мяч, удачно пробив от обоковой линии. В концовке гости перешли на игру с пятым полевым, но не только не смогли сравнять счет, но и пропустили сами. Никита Фахрудинов поставил точку в матче 3-1. Синара второй год подряд выходит в финал Кубка Еременка. Программа финала четырех в Екатеринбурге и в Тюмени включила в себя не только увлекательные матчи. Перед началом игры «Тюмень-Кайрат» на площадке спорткомплекса «Центральный» прошла совместная акция фонда «Подари жизнь» Ассоциации мини-футбола России и мини-футбольного клуба «Тюмень» по поддержке тяжелобольных детей. Капитан хозяев Николай Переверзев передал семье пятилетнего Исы Магомедова часть средств, собранных от продажи билетов, а также подарил сувениры от имени клуба и АМФР. Перед матчем «Сенары» и «Тулпара» футболисты «Уральцев» Дмитрий Путилов, Никита Фахрудинов и Николай Шистеров из рук президента АМФР получили удостоверение мастеров спорта международного класса за победу на студенческом чемпионате мира. А Сергей Абрамов теперь заслуженный мастер спорта. Игровая программа заключительного дня Кубка Еременко открылась матчем за третье место между «Тулпаром» и «Кайратом». Все мячи в этом поединке были забиты в дебютах двух таймов. В начале первой половины встречи отличился прекрасно знакомый российским любителям мини-футбола новичок «Кайрата» Умберто, а вскоре после перерыва «Алешандро» и «Жоан» уничтожили интригу. 3-0. «Кайрат» побеждает в казахстанском дерби и завоевывает бронзовые медали Кубка Еременко. «Тулпар» четвертый. Тюмень все-таки имел огромный опыт приема и проведения таких соревнований. И очень достойно. И по самым, так скажем, футзайном, международным. Это уровень УИФА. Расширение географии Кубка Еременко, я думал, придаст этому турниру просто какую-то изюминку. Очень хорошая организация, очень хороший уровень игры. Все на очень высоком уровне. В российском финале Кубка Еременко на стороне Тюмени был фактор домашней площадки. Но поддержка родных трибун не помогла команде Евгения Осинцева добиться положительного результата. С первых же минут классического Урала-Сибирского дерби зрители переполненного спорткомплекса «Центральный» увидели на паркете обилие жесткой мужской борьбы и огромное желание победить. К радости местной публике хозяева открыли счет уже в дебюте. Сергей Абрамович увенчал точным ударом розыгрыш углового. Изменить расклад сил уральцам удалось лишь в конце тайма. Ошибками хозяев в защите воспользовались Сергей Абрамов и Андрей Бастриков. 1-2 в пользу Синары к перерыву. В середине второго тайма трибуны взорвались от восторга, когда юный Андрей Соколов поразил девятку ворот Синары. Но, как выяснилось позже, этот мяч стал для хозяев последним в игре. Несмотря на обилие голевых моментов в исполнении Тюмени, далее забивали только гости. Вскоре после гола Соколова опытный Алексей Мохов вновь вывел Синару вперед 2-3. А в ходе последней десяти минутки подопечные Игоря Путилова забили еще трижды. Автогол Николая Переверзева, а также точные удары Никитова Хруддинова и Сергея Абрамова сформировали итоговый результат 2-6. Синара громит своего принципиального соперника на его площадке с трехкратным перевесом в счете. И со второй попытки выигрывает кубок Еременко. В Тюмени всегда принципиальная игра у нас. Как бы нам, что их бояться-то? Наоборот, интересно. Наших болельщиков, мы приехали у Тюмени, сегодня полный зал. Эйфория такая, класс вообще, мне все здесь понравилось. Спасибо всем. Кстати, Сергей Абрамов стал лучшим игроком в финале 4-х Кубка Еременко. Лучший бомбардир Игор, футболист Кайрата, за весь турнир забил 8 мячей. Лучшим нападающим в финале 4-х признан многообещающий уралец Никита Хруддинов. Самым надежным защитником Кубка Еременко стал капитан Тюмени Николай Переверзев. А лучшим вратарем признан победитель турнира Сергей Викулов из Синары. Все игры, и полуфинальные, и финальные за третье место, они были очень напряженными, интересными. И для зрителей буквально не оставалось секунды, чтобы передохнуть. Наверное, в этом вся значимость этого соревнования, являющаяся прекрасной пропагандой нашего вида спорта. От всей души хочу поздравить нашу старинную команду футбольных клуб Синара и всех поклонников этого старейшего клуба. Конечно же, я поздравляю и руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, и желаю этому клубу процветания и великолепного участия в нашем чемпионате России. Сегодня клуб доказал свою состоятельность, не привлекая в свои ряды иностранные силы. Показал сегодня всей Европе и всему миру, всем тем, кто следил за нашим турниром, а и большое количество людей интересуется именно этим турниром, что наша российская школа мини-футбола, именно система, которая пропагандирует уральский мини-футбол, уральская школа доказала свою состоятельность. Февраль выдался сверхбогатым на футзальные события. Далее переходим к матчам Суперлиги. 20-й тур состоялся еще до финала четырех Кубка Еременко и был открыт в Екатеринбурге, куда пожаловала столичная Дина. В первом матче Синара как следует настроилась на чемпиона и, поймав кураж, разгромила его со счетом 9-4. По хет-трику оформили Сергей Абрамов и Эскердинья. Я всегда и ребятам говорю, и тренерам говорю, что у нас команда всегда была рабочей-крестьянской. Мы должны всегда биться, мы должны настраиваться, мы должны выходить и за каждый мяч биться, и друг за друга. Если бы мы сегодня видели, и скамейка жила, и запасные жили, и все хотели победить, и результат пришел. На следующий день москвичи взяли себя в руки, сыграли предельно строго и добились пусть и скромного, но все же реванша. 3-2. Эта игра стала последней в форме Синары для Андрея Афанасьева, отыгравшего за «Уральцев» 14 лет. Я на этой игре состоялся как футболист. Спасибо команде, спасибо болельщикам, ну, как бы до слез. Еще одно противостояние, которое запросто могло стать главной афишей тура, состоялось в Тюмени, где хозяева принимали «Газпром-югром». В первой встрече черно-белые не могли рассчитывать сразу на шестерых игроков основы и уступили 0-4. Дубль в составе газовиков оформил Руслан Кудзиев, забивший оба своих мяча головой. Во втором поединке лидеры Тюмени вернулись в строй, но «Газпром» вновь оказался сильнее. На этот раз со счетом 4-2. Мы старались играть в свой футбол, навязали, в принципе, много моментов. Конечно же, подвела немного реализация, то есть такие моменты, которые мы создали, надо забивать, и игра уже по-другому шла бы. Но ничего, будем работать, чемпионат еще продолжается, игра показала, что любой соперник, как говорится, по силам. Не менее принципиальными, чем в Тюмени, были игры в мытищах, куда пожаловал «Политех». В первом матче победу в жесткой борьбе добыли хозяева. 4-3. Один из мячей в составе подмосковной команды забил недавний студент Илья Федоров. «Политех» – очень добротная команда, очень хорошая. В этом году показывает очень приличный результат. Конечно, всегда приятно обыграть ту команду, в которой играл. Это есть у каждого, наверное, футболиста. На следующий день равной игры не получилось. Хозяева не оставили от противника камня на камне, а коренной мытищенец Сергей Руженцев вновь оформил дубль. 8-0. Итог противостояния – две важнейшие победы подмосковной команды над прямым конкурентом за место в плей-офф. В Сыктывкаре, так же, как и в мытищах, хозяева оба раза добились побед. Новая генерация учинила разгром прогрессу. 7-2 и 4-1. Видно, что ребята подустали, играли где-то вообще через «не могу». И болельщики все это чувствовали и подбадривали, и гнали команду вперед. Безответственные, по-другому я, наверное, назвать не могу, действия личностей наших перечеркнули все усилия. То, что мы пытались зацепиться за счет… У нас были возможности, и потом вот ошибки, ну, не знаю, во дворах, наверное, за это голову снимают. Какие мы допустили? Перечеркнули просто все, вот, ребята. А мы так решили. Центральное противостояние 20-го тура Суперлиги состоялось в Крылатском, где встречались «Динамо» и «Сибиряк». Все голы первого тайма уместились в стартовые 15 минут. Именно удачный дебют, в ходе которого «Динамовцы» доминировали на площадке и предопределил исход игры. Ворота «Сибиряка» поразили Анатолий Батридинов, Фернандао и Ромоло, на что гости ответили лишь одним точным ударом экс-форварда «Динамо» Сергея Иванова. 3-1. Первую половину первого тайма провалили полностью. Просто на своих ошибках опять поплатились. «Динамо» такая квалифицированная команда, что они не прощают. Они просто разобрались в данной ситуации и повели 2-0. Потом мы чуть-чуть начали более-менее подстраиваться друг под другом, вошли в игру. В принципе, начали налаживаться, у нас взаимопонимание, связки. Забили тоже, гол неплохой. В принципе, все предрешило, первый тайм, вот эти первые 10 минут. Действительно, мы очень мощно начали встречу. Нам удавалось поддерживать высокий темп игры и здорово действовать в прессинге. Ключевым же фактором победы, на мой взгляд, стало то, что мы смогли обеспечить себе комфортное преимущество в счете уже в первом тайме. Ответная игра в Крылатском пришлась на 23 февраля и в День защитника Отечества была показана в прямом эфире на телеканале «Спорт». В отличие от стартового матча, на сей раз соперники не скупились на голы и сверхрезультативно провели первый тайм, забив на двоих 5 мячей за первые 5 минут. В итоге «Белоголубые» вновь победили, на этот раз со счетом 7-5. «Сибиряк» потерпел 12-е подряд поражения от «Динамо». В свою очередь «Белоголубые» прервали свою неудачную серию в Суперлиге. Впечатления самые лучшие, потому что играть с командой, которая занимает первое место в нынешнем чемпионате, всегда ответственно. И после того, как мы получили, так сказать, плюху, в некоторых матчах три подряд проиграли, мы не имели права проигрывать, сделали работу над ошибками и, в принципе, выполнили установку тренера. Сегодня увидел в самом начале нашу команду, которая вышла заряжена, мобильно, с хорошим настроением, сконцентрирована, что позволило в начале матча нам добиться положительного результата, где мы повели, контролировали ход игры, здорово контратаковали, присутствовали все моменты мини-футбола. Но какая-то секундная, я бы назвал, расслабленность у некоторых игроков, потери концентрации приводила к таким ошибкам. К сожалению, наверное, эти моменты не позволили нам сегодня выиграть этот матч. Главное событие в турнирной таблице Суперлиги – возвращение чемпиона на первое место. Сибиряк по дополнительным показателям опустился на вторую строчку, вплотную к нему приблизились Динамо и Газпром Югра. Занести себе в актив минувший тур в полной мере могут также новая генерация и мытищи. Если 20-й тур Суперлиги проходил в канун Дня защитника Отечества, то следующий, 21-й, состоится 7 марта, накануне Международного женского дня. Гвоздь программы Дерби – Сибиряк-Тюмень. Впрочем, и остальные матчи обещают быть крайне интересными. Игра прогресса «Яймала» перенесена на конец апреля. Далее расскажем о Кубке России, где состоялись ответные четвертьфинальные матчи. «Газпром Югра» после ничейного результата в Екатеринбурге стремился во что бы то ни стало добиться победы на домашней площадке. Поначалу для хозяев все складывалось не слишком удачно. На четвертой минуте Синара вышла вперед, но затем настало время Югры. Проведя в ворота уральцев семь мячей подряд, газовики заслуженно вышли в полуфинал. В составе победителей дубль оформил Александр Копейкин. Хет-трик в активе Робиньо. Сегодня наша команда играла дисциплинированно. Хочу поблагодарить партнеров за напряженную работу. Надеюсь, мы устроили шоу для наших болельщиков. Новой генерации, которая в первой встрече одолела в гостях Тюмень, в ответном поединке достаточно было не уступить. И команда Игоря Моглебеева с поставленной задачей справилась. Хозяева трижды по ходу матча вели в счете. Тюмень все три раза отыгралась, но на больше черно-белых не хватило. 3-3 генерация в полуфинале. Динамо и Сибиряк провели меньше чем за неделю три игры подряд. И, пожалуй, самое интригующее состоялось в рамках Кубка страны. Гости по ходу первого тайма вели со счетом 3-1 и были близки к тому, чтобы выбить белоголубых из турнира. Но настоящим героем встречи стал Нанда, отправивший в ворота Алексея Формина три мяча. Победный гол на 42-й минуте забил фартовый Пула. 4-3, волевая и эмоциональная победа Динамо. Мы профессионалы, мы играем вне зависимости от какого-то кризиса или от соперника. Мы просто будем играть как великий клуб, как Динамо. ТТГ или не ТТГ, Газпром, не Газпром, нам не важно, мы идем побеждать. Норильский Никель в своей четвертьфинальной паре оба раза переиграл Алмаз из Мирного. И теперь команда Константина Маевского в полуфинале Кубка России сразится с новой генерацией. Действующий обладатель трофея подмосковная Динамо даст бой Газпром-Югре. В розыгрыше женского чемпионата страны прошли матчи юбилейного 10-го тура. На сей раз обошлось без сюрпризов. Фавориты первенства спокойно переиграли новичков на домашних площадках. В табеле о рангах позиционных изменений не произошло. Пензенская лагуна все ближе к тому, чтобы отобрать титул чемпиона у питерской Авроры. Как вы уже поняли, февраль богат на события, в том числе и в женском мини-футболе. В Орле завершился Кубок России среди женских команд. Пензенская лагуна Уор в пятый раз подряд стала обладателем почетного трофея. В финальном матче пензенские девушки переиграли московскую команду Торпеды Мами со счетом 7-1. Мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Уникальные общероссийские проекты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Наши двери открыты для каждого. Мини-футбол. Игра для всех. И на этом у нас пока все. Любите мини-футбол так же, как мы. Любите мини-футбол больше нас. До встречи через две недели. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова